Стиль Севера. В столице Заполярья прошел первый модный показ дизайнеров Ненецкого округа. Зрителям были представлены три коллекции одежды, как для детей, так и для взрослых. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. От дизайна мебели к одежде. Координально изменить направление деятельности Ольги Кокориной помогли ее вдохновители, дети. На первом показе начинающего модельера представлено 11 видов одежды. От спортивных костюмов до струящихся платьев. Коллекция «Нюдиако», что в переводе с ненецкого «олененок», рассчитана не только на малышей, но и их родителей. Возраста трех до восьми лет, но опять же мы представляем еще фэмили-лук. То есть это будет ребенок вместе с мамой. То есть это не означает то, что если вы увидели коллекцию на ребенке, что это только она для ребенка предназначена. То есть любую модель мы можем отшить еще и на взрослого человека. А также маме, допустим, и ребенку, чтобы вместе. Свет коллекция могла выйти еще в прошлом году. Всему виной ограничительные меры. Так получилось, что в 2019 году нам удалось на очень серьезной площадке поучаствовать в неделе московской моды. Совместно с департаментом образования мы организовали это мероприятие. И достойно, конечно, выступили наши мастера и дизайнеры. И мы очень хотели провести подобные мероприятия у нас в регионе. Но, к сожалению, пандемия поставила свои преграды. И, наконец-то, мы, ура, сегодня презентуем неделю арктической моды у нас в регионе. Дизайнер Ольга Суховарова на показе представила две коллекции. Одна из них – ритмы тундры, которая вышла в свет еще на неделях моды в Москве. Вторая – путь ворона. Классическая одежда в черно-белых тонах и с ненецким орнаментом. Мне до безумия нравится ненецкая одежда. И я понимаю, что далеко не все, даже ненцы, в повседневной жизни могут ходить в такой одежде. Может быть, это кто-то считает слишком ярким, слишком вызывающим. Где-то этого немножечко кто-то стесняется, когда такое обилие цветов, орнаментов. Но мне хочется, чтобы орнамент, он в повседневной нашей жизни постоянно присутствовал, чтобы он был напоминанием нам, на какой земле мы живем, что это ненецкая земля, на которой есть такая безумно красивая культура. Влюбившись в ненецкие мотивы, Ольга начала творить. Девушка уверена, пройдет немного времени и о коренном народе заговорят по-новому. Африканские мотивы очень легко на современной одежде узнать. Обычное современное платье какое-то летнее, легкое, но при этом какие-то африканские мотивы очень легко узнаются. Индейские мотивы очень легко узнаются. Вот я очень надеюсь, что однажды так же легко будут узнаваться и ненецкие мотивы. Модный показ вызвал настоящий фурор. В Рестабаре Кочевник не было свободного места. Это очень здорово. Мы с удовольствием это все поддержали. И более того, мне очень понравилось, что народ откликнулся прямо молниеносно. Не успели мы разместить эту информацию о том, что здесь будет проходить модный показ. То есть аншлаг организовался просто молниеносно. Кроме этого, у нас проходит фотовыставка ненецкой одежды, орнаментов, узоров, которые при поддержке правительства музея мы тут проводим. Чтобы зритель мог полностью погрузиться в атмосферу ненецкой культуры, на показе выступил самобытный театр «Эллипт» с постановкой на языке коренного народа. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Владислав Москин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова